Друзья, сегодня 17 апреля находимся в питомнике Деревосад, конкретно участок у нас с черешнями, здесь у нас высажены годовалые саженцы, мы на них сделали прививку в этом году, планируем получить двухсортовые двухлетние деревья. Прививка была сделана 3-4 месяца назад, и делали мы ее тогда, когда еще у нас были холода, морозы были. И непонятно здесь, что по почкам, то ли они засохли, то ли замерзли. У нас частично на этих саженцах, когда были морозы, мы делали пакетики сюда, как такие парнички. Вот, и то ли мы передержали, когда уже, когда была оттепель, то ли, в общем, что-то непонятное пока происходит. Почка пока еще закрыта, она не проявляет активности, хотя нижняя часть ствола уже раскрылись почки, листочки пошли в рост. Вот, ну посмотрим, еще у нас время есть, разные здесь есть, разные сорта. Это может от сорта зависеть тоже, в том числе, если, например, сам черенок был слабый, то, соответственно, сил там нету, запаса питательных веществ нету, почка могла просто засохнуть. Вот у нас одно из деревьев, которое показывает, что почка, что череночек прижился, приживается, прижился, говорит, пока рано, но то, что он приживается, то, что питание поступает в черенок привитый. Почка основного ствола и почка привитого ствола, то есть чуть-чуть разница получается по раскрытию, но это и нормально, с учетом того, что питание поступает в каком-то объеме здесь, но пока еще полного срастания нету. Вот, здесь у нас получается на регину, на регину, это сорт черешни, и мы привили сорт сашенька. Сашенька – это ранний сорт. Посмотрим, как оно будет развиваться. Мы далее покажем вам, что у нас получилось в итоге, какие у нас результаты. Обычно у нас в августе клиенты приезжают посмотреть на саженцы и выбирают те, которые наиболее их устраивают по каким-то характеристикам, то есть рослые там и так далее, много веток, много листвы, здоровые. Вот, это самое лучшее время для выбора растений, август месяц, тогда, когда видно именно вот размер дерева, размер листа, вот, здоровье листа. Это вот, если вы ответственно относитесь к посадке своего сада, то я вам рекомендую выбирать деревья с августа месяца, тогда, когда на них есть лист. Если вы выбираете в ноябре, когда лист уже облетел, то там непонятно, а дерево живое ли было, и в каком состоянии находилось, вот, и что там с ним было, и как основные болезни деревьев плодовых, это начало вегетативного периода и середина. Вот, если в этот период прошли, и в конце вегетативного периода у вас сильные деревья, то далее уже любая болезнь, которая может напасть на дерево, она не критична для него, потому что дерево уже основное питание, основную массу набрала, оно уже успокоилось, там замедляются процессы, все ближе к зимнему периоду, и даже если какая-то инфекция проникает, поселяется на дереве, то она с наименьшей вероятностью проникает к корням, а дерево гибнет тогда, когда инфекция проникает именно к корням. Вот, если вы увидели, что дерево усыхает, то, скорее всего, корни уже заражены, и спасти дерево не получится. Поэтому наблюдайте за своими деревьями и проводите профилактические обработки, и ваши деревья будут благодарить вас ежегодным урожаем. Да, вот место приивки, эта приивка сделана в этом году, вот они почечки, которые просыпаются, да, великая вероятность, что этой почки нет, скорее всего, ну, здесь есть другие почки ростовые, они, то есть, по всему видно, что вот в этой части есть прирастание. Вот это вот прививка прошлого года. Здесь получается, вот они уже веточки пошли, и даже плоды формируются на них. Понятно, что веточка очень маленькая, и мы эти плоды снимем. То есть, я пройдусь обязательно по всем этим прививкам, и обязательно я поснимаю плоды, потому что нам нужно, чтобы они росли. Друзья мои, кто делает прививку, кто планирует делать прививку, учится в этом месте, сразу вам скажу на старте, поделюсь своим опытом. Дело в том, что вот такие черенки, вот такого диаметра, они лучше всего подходят для прививки. В них оптимальное количество питательных веществ для почек, которые вы оставляете. Они хорошо приживаются, по крайней мере, по моему опыту, замечено, что вот такого диаметра, то есть, это примерно карандаш диаметр, черенки приживаются очень хорошо, срастание хорошее, и я делаю прививки секатором прививочным, и прививочный секатор отлично берет такой размер, он прямо как будто заточен на него. Можно, размер может быть больше, понятно, что там в секаторы большие диаметры входят, и меньшие, но в этом случае срастание, еще раз повторюсь, оно лучше для конечного результата. Вот. Поэтому ловите, используйте в своих творческих экспериментах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»